Итак, я снова приветствую подписчиков игр. Я продолжаю снимать альтернативное прохождение мрачнейшего дождливого триллера Heavy Rain. В этом эпизоде она покажет Скотта Шелби. В общем-то ему предстоит выбраться из машины, которая просто будет погружаться в пучину водяной бездны. Причем один в этот раз без Лорен. Как она дома оказалась, я не понимаю. Да, в реальности, конечно, этот человек бы не церемонился. Ни Шелби, ни Слорен просто застрелил бы их и все. А здесь, поскольку Дэвид Кейдж ближе к концу игры уже дает такого Голливуда. Заперли их в автомобиле. Еще и привязали для надежности. Можно вообще ничего не делать, а вот просто ждать, пока машина водой заполнится. И все, он все равно выплывет каким-то чудесным образом. То есть, такой намек, что типа дерьмо в воде не тонет. Она точно стеклянный. Может... Она без сознания. Машина тонет. Я покинул меня, если не выберусь немедленно. Лорен! Я не могу ее бросить. Погибу, ну и пусть. Я не брошу, Лорен. Я мог бы попытаться сжечь веревку, если бы только добрался до прикуривателя. Лобовое стекло вот-вот лопнет. И я вот не понимаю даже Кейджа, почему он не мог придумать вариант. Когда, в общем-то, мы даже и не узнали бы, что Шелби был мастером оригами. И типа непонятно, кто это маньяк. Это, мне кажется, даже придало какой-то мистике всей этой истории. Она без сознания. Вот странный вообще маньяк, да? С одной стороны, он привязался к Лорен. И вообще, как положительный герой себя проявляет. Девушку там от бандита спасает. С ребенком нянчится. Там в магазине этого грабителя обезвредил. Прямо... Ну, и не подумаешь его, и не заподозришь, что может быть таким вот убийцей, да, жестоким. А с другой стороны, вот он такой маньячилок, который маленьких детей, в общем-то, садистским образом умерщвляет. Причем не сразу, а вот чтобы они даже мучились и захлебывались в этой воде. То есть, ощущение, что у него, помимо того, что он социопат, как, в общем-то, большинство маньяков. Еще и раздвойнее личности. То есть, он пытается себя этим, я не знаю, оправдать. Типа, это не я, это кто-то другой. А вот я такой положительный и ищу этого убийцу. А теперь смотрите фишку. Фигак. Я говорю, Шелби выплыл просто как дерьмо, которое не тонет. В общем-то, такие дела. А Лорен, конечно, жалко. Мало того, что она сына потеряла, теперь вот из-за этого жирного уебка и сама скончалась. Да, сейчас он поедет мстить этому мафиознику. Причем, вот я говорю, этот эпизодик действительно таким-то ршаком попахивает. Ну, представляете, один мужик, да, против там 10 или даже 20 охранников. Пусть сдохнет, ублюдок. Они заплатят за все, что сделали. Причем, покажу, насколько Шелби вообще бессмертный. Вот этот его толстый слой жира, он, конечно же, способствует, чтобы пули просто, как знаете, отпрыгивали от его живота. Охранникам, мне кажется, стоило вооружиться, как минимум, калашами. Или пулеметами. Ну че? Я бессмертен. Я жиромэн. Фуууу, вообще вылез, смотрите. И сбежал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нифига себе. Субтитры создавал DimaTorzok